Не дойти, не доехать. Люберчане рассказали главе государства о своих проблемах с транспортной доступностью к метро. На прямую линию с президентом обратились жители микрорайона самолет. Как оказалось, открытие новых станций не упростило им жизнь. До подземки все равно сложно добраться. Как власти будут решать этот вопрос, разбиралась наша съемочная группа. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители микрорайона самолет подмосковного города Люберцы с населением около 50 тысяч человек. В двух километрах от нас расположена недавно открытая станция метро Некрасовка. Большинство жителей нашего микрорайона – молодые семьи с ипотечными кредитами, а также пенсионеры и студенты. Мы очень просим вас помочь нам с социальным транспортом. Две проблемы не дают покоя жителям самолета. Самое главное – недостаток социальных маршрутов. Почти все автобусы коммерческие. За два километра заплати 50 рублей. И только один маршрут возит до метро по регулированному тарифу. Но в автопарке всего три микроавтобуса. Приходится ждать 40 минут. Маршрут 31-й П, он ходит со значительными интервалами. Заканчивает работу последняя от метро Некрасовка идет в 18.35. В субботу, в воскресенье его нет. У коммерческого транспорта скидок нет. Ирина Горская выбирает вариант альтернативный. Он экономит деньги. Кроме того, на пешем пути нет пробок. Попробуем пройти к метро по народной тропе. Сворачиваем с каменных джунглей. И тут начинается самое интересное. Да, вообще классно. Мне прям нравится. Я уже хочу пойти пешком к метро. Передать и жить к нам. Можно только догадываться, каково тут идти в непогоду. Несколько минут игры в джунгли зовут и выходим напрямую. Бездорожье тянется почти километр. По нему же к метро Некрасовка ходят и многочисленные жители другой части микрорайона. Пешая доступность занимает 35-40 минут. От выхода из дома до метро. У кого-то меньше. Но далеко не все могут позволить себе такие полезные пешие прогулки. Одному или в темное время суток здесь ходить просто опасно. За помощью решили обратиться на прямую линию с президентом. Мы хотим обещанную пешую доступность до метро. Также мы хотим нормальный общественный транспорт, на котором бы действовали сельготы и который бы ходил достаточно часто. В администрации округа в решении этого вопроса работает комиссия. Ее представители на встрече с жителями объяснили, что прорабатывается несколько путей решения проблем. Как для автовладельцев, так и для пешеходов. Пеший маршрут до Некрасовки проходит по территории Москвы, где сейчас строится кольцевая столичная развязка. Там будет запущен общественный транспорт Москвы. Я повторюсь еще раз, это 200 метров от микрорайона самолет. Организовать какой-то тротуар по территории Москвы достаточно сложно в связи с тем, что идет строительство. И все-таки это другой регион. Мы этот вопрос все-таки дальше будем прорабатывать. Мы ежедневно, вернее еженедельно встречаемся на встречах с Москвой для того, чтобы найти какой-то путь решения для жителей нашего микрорайона. Кроме того, уже известны даты окончания расширения Зенинского шоссе, которое предполагает освещение и тротуар для пешеходов. Обещают завершить работу в конце 2019 года. Разобрались чиновники и с общественным транспортом. Жители заверили. Социальный маршрут 31П теперь будет ходить с уменьшенным интервалом. С 24 июня добавят количество микроавтобусов до 5 штук. Будет увеличено время маршрута, вечернее время. И он будет ходить не как ходил там до 19 часов, до 20 часов, а будет ходить до 22. Сейчас там решение принимается. Мы тоже в этом вопросе советуемся с жителями. А в ноябре добраться до метро Некрасовка по регулируемому моторифу станет еще проще. Коммерческий маршрут 12-25К обещают сделать социальным. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.